Здарова народ, с вами Кирилл Саакаст Здарова, пожалуйста, на канал CryptoGamers В этом видео поговорим про новую NFT-игру которая называется Storm Warfare Это коллекционно-карточная игра построенная на тематике сеттинга второй мировой И в этом ролике расскажу, как на ней можно будет заработать потому что запускается турнир без вложений на 40 тысяч долларов И как раз таки в этом ролике будут все подробности именно по геймплею и как принять участие в таком ивенте Ну а перед началом, по традиции, лайк подписка или комментарий для продвижения контента Начнем с самого интересного, это как можно будет заработать на этом проекте Разработчики включили ивент, турнир, который продлится 6 дней Это будет с 18 по 23 декабря На призовой фонд это 40 тысяч в токенах проекта И еще будет 505 генезис командиров Пока непонятно какая у них будет цена Но поскольку эти командиры, насколько я понимаю, он идет один в деку Должны быть эти нефтишки, поскольку они генезис Если проект наберет популярность, они должны прям хорошо стоить За первое место можно залутать 5000 За второе 3, за третье 2 и так далее То есть призовые идут вплоть до топ 1000 То есть можно 10 долларов получить Конечно лучше всего это заходить минимум в топ 500 Потому что одного командира можно получить И тут в принципе раненцы, видите, особо нет То есть топ 4 один командир и топ 500 Ну конечно в долларах тут раненца ощутимая Для того, чтобы претендовать на эти награды Вы должны будете минимум сыграть 20 игр Не обязательно побеждать Соответственно 20 сыграли и вы уже занимаете какое-то место И можете претендовать на награды Чем больше сделаете побед за этот период Тем соответственно у вас будет больше рейтинг И больше шансы забраться намного выше И получить максимальные награды По турниру я думаю тут все максимально просто Давайте переходить к геймплею Шторм Warfare по геймплею, по концепции Сильно напоминает Hearthstone Это конечно ощутимый плюс Потому что если бы тут была сложная какая-то механика Для входа игроков, которые допустим плохо знакомы С коллекционно-карточными играми Там допустим как Magic the Grathering Где там и всякие земли Построение декбилда нужные определенные Тут все намного проще Это конечно я считаю плюс Напишите в комментариях что вы думаете Хорошо это или плохо Когда игра более, ну так скажем, казуальная По поводу фракций Как они представлены в игре То есть допустим есть там в то же самом Hearthstone Это классы Тут это делится на страны Есть United Kingdom Есть Германия Есть США Япония И Советский Союз И как раз таки показаны Если посмотрим Разные карты Которые есть у данных стран Это может быть всякие корабли Авиация, пехота Ну и конечно Различные заклинания Я сейчас буду играть Кстати тут тоже такой важный момент Давайте сейчас тут покажу При построении деки То есть когда мы выбираем кого-то Из героя Тут видите просто меняются портреты И обилка Как в том же самом Hearthstone Который стоит 2 единицы энергии Тут можно допустим Нанести 2 урона Рандомному существу Либо герою Призвать себе токен 1-2 и так далее То есть есть разные обилки Эти обилки у всех Классов Точнее не всех классов А всех стран одинаковые Я деку не буду никакую строить То есть я уже себе сделал Японию Не знаю насколько она сильная То есть просто посмотрел По концепции Мне понравилось И давайте запустим первый матч И вы увидите Насколько проект Похож на Hearthstone Только хотел стартануть матч И заметил то что разработчики Добавили готовые полноценные деки Под разные страны Не знаю насколько они будут эффективны Но как минимум Если вы новичок Это явно будет лучше Потому что вчера я зашел И там пока посмотрел Какие есть карты Какие есть обилки Подобрал для себя Что-то оптимальное То есть нужно было бы Уже делать дек билд Вначале у нас идет мулиган Ну это по классике Если мы ходим первые У нас будет 3 карты Если ходим вторые Карт будет на выбор больше Пока у меня стартовых Каких-то Полезных существ К сожалению нет То есть за 1 единицу маны Мы пропускаем ход Карты видите Они как в ХС То есть можно тут нажимать Какие-то эффекты срабатывают Так есть второй ход у меня На второй ход тоже без Какого-то существа Пока прессить не получается Хотя у меня больше Такая агрессивная дека Поэтому я использую Умение своего героя И наношу просто 2 единицы урона Он использует кстати монетку Как вы можете заметить И как раз таки призывает Существо 3-2 У меня есть вот такой вот таун 2-5 То есть его Ну тут в принципе тоже Каждое существо Есть защитники Которые провоцируют на себя урон Есть Там всякие вот эти танки Самолеты То есть тут как бы такая концепция Есть с срывками Которые могут ударить по столу Есть которые по герою Есть с предсмертными хрипами То есть когда существо умирает У него срабатывает какой-то эффект Короче тут в принципе все Ну так По золотому стандарту Это прям если мягко говоря Так что мы можем сделать Можем нажать обилку Обилка плохо то что она рандомная В плане того что никогда не узнаешь куда куда она ударит В этом есть определенные нюансы Я сделал наверное умение То есть умение как оно работает Наносим одну единицу урона по столу Как раз таки здесь добиваем Не буду размениваться Просто ударю по лицу Потому что как бы у меня больше агрессивная вариация Тут показано то что есть У этой карты эффект смог То есть это невидимость Если это существо ударит Мы как раз таки дробнем одну карту Очень крутое существо Как по мне Главное чтобы его не убили сейчас Ну оно в инвизе Но тут есть как бы много эффектов Которые работают через инвиз Так есть такой эффект Как адвенч Не знаю как правильно прочитать Но фишка такая то что если он будет носить урон летальный То это существо не будет терять хп Короче неприятная штука Так что мы делаем Можем пойти в размен тут Или ударить по лицу Все просто Давайте ударим по лицу Дровнем карту одну Так дровнули Пошла зачистка Кстати зачистка Неплохая Можем попробовать на рендомить Можем поставить токен Давайте поставим просто токен Потому что рендом Ну конечно по вылью Казалось бы нужно использовать обилку Но вот Именно вот этот пехотинец Его прикол то что он после Того как умирает Взывается еще один такой То есть сейчас По факту они должны как бы оба умереть Но поскольку тут есть вот эта механика То есть летальная Он не получает урон Короче такие существа Они максимально цепкие Именно с такой механикой И по идее их нужно Как можно быстрее Ну Защищать Потому что они могут просто контролировать Очень жестко весь стол Так что мы делаем Есть 8 урона 8 урона Наносим 4 единицы урона Рандомному существу Надеюсь залетит сюда Отлично Как раз таки мы не могли тут поменяться Потому что это таун Еще не добили кстати Хотя 4 единицы было нанесено Но не добили Так давайте делаем так тогда Можем с обилки попробовать добить Давайте попробуем с обилки добить Да отлично Обилка залетает Стол пока за нами Но это конечно номинально Потому что все таки Пехотинец 1 на 1 Это не сказать что Большой прям импакт Он будет вносить Так у меня таки есть там Нанести 8 единиц урона Кстати прикольно В Японии Кто играл в ХС Тут есть Такой Имитация флэмстрайка То есть будет 4 единицы урона По столу Главное сейчас найти эту карту себе Так поехали Наверное вот так делаем Отлично Сюда залетает Можно подразменять И давайте используем обилку Ну я не знаю Насколько прям хорошо Что сюда залетела обилка Потому что тут можно и так Подстрелиться было Но мы пока будем захватывать стол То есть играем как бы от борда Просто Ну если бы вот эта обилка Она допустим как в ХС Как у Хантера Стояла бы только в лицо Можно было бы на это рассчитывать Но тут Такого нет Рывок пошел Рывок штука Видите прям неприятная То есть С семью атаками Спокойно выезжает И тридится Порывки конечно Как и в любой ККИ Это прям Жесткая вещь Так давайте Спорим обилку Вот в чем минус обилки То что бывает Когда стреляешь Она просто в лицо ударяет И в итоге Как бы ты Мог потрейдить тут Как то там Стол Немножко его перехватить А получается Просто в лицо ударяешь И план твой Ломается Тоже неплохой Пехотинец Он блокирует Двух существ То есть они Не смогут Атаковать на следующий ход То есть это как бы Минус ход Двум рандомным юнитам Хороший контроль Еще один Видите рвок Тут по 5 Но тут он не может Потроиться Это конечно Минус для него У нас обилка Прям хорошо Три таргета сносит Сейчас бы на самом деле Найти вот эту Ауешку на 4 урона Мне кажется Это было бы Прям супер Жестко Но пока мы проигрываем Так Есть Давайте здесь Мы поменяемся Вот так Потому что у нас На выходе будет 2 единицы урона Рандомному юниту Самое плохое Существо попало Вот Надо конечно Было бы сюда Чтобы залетало Давай белочку сюда Отлично Не добили Видите тут есть тоже Механика Вот ремонта Получилось так Ну я кстати Эту механику Скажу честно Не знал что она есть Но она видите Присутствует То есть получается Было 2 единицы урона На 2 нанесли Она как бы Один отхилилась То есть если бы мы нанесли 3 единицы урона Это существо бы Отвалилось Ну в итоге Для нас это плохо Потому что сейчас Он может спокойно Тут затрейдиться Если бы мы Закрепились Будем самолетиком Смогли бы получить Вылью трейды Но не повезло Что сделать Но пока перехватывает Видите инициативу Пошел таун Прям идет в лицо Кстати Ну не знаю Насколько это Прям правильно Но он заблокировал Мне Пока пытается Меня подтопить Сейчас бы Ауешка зашла На самом деле Он бы скорее всего Проиграл Но У нее шансы Довольно таки Невысокие Потому что у меня В деке Она всего одна Мне надо как то Тут видите Размениваться Давайте нанесем 8 единиц урона Кстати не знаю Она по таунту Ударит Либо рандомно Может быть Нерудобно Потому что Есть таун Я не знаю Как эта механика Точно работает Но Как видим Получилось Неплохо Тут Идем в размен Можем еще 8 Зарядить Но к сожалению Если я тут ударю Просто с обилки Он выживет Это конечно Ну Давайте Надо делаем так Не будем жарничать Главное чтобы танк Сейчас вот этот убил Отлично Ну и поехали Обилку заряжаем Мы как бы прям Свои Супер Супер Зачистка Стола Закидываем Но видите У него прям много Таких Как сказать Лайтовых карт У меня Их в деке почти нет То есть он прям Доминирует статами Наконец-то Зашла мне пушка Тоже Довольно таки Хорошая вещь Это оружие Которое позволяет Допустим Вот так Тредиться Но Довольно таки Поздновато Так Есть таун Поехали по лицу Обилка Кстати Кстати Тут он может Подтридиться Вроде Более-менее Дело Но Сейчас Какую-то Овешку Зарядят Я пока Все карты Не знаю Вот Кстати Напишите Друзья Что думаете Вообще По игре Насколько Нравится Не нравится Ну Сетинг Он Необычный То есть Я в начале Подумал Это Вторая Мировая Не особо Прикольно Но Если так Задуматься Какие Игры Подобного Плана Именно Как И вы Видели Блин Вот эта Пушка Кстати Она просто Стреляет Еще И Всех Разнесла Так Ну Надо По-любому Тут делать Вот такой Трейд Здесь Добиваем Дальше Блокируем Делаем Обилку Давай По лицу Отлично Так 9 на 13 Ну У меня Одна Карта На столе У него Еще Три В руке По-моему Я проигрываю Но Посмотрим Это Чтобы Вы Понимали Деку Которую Я Собрал Походу Она Не Очень Эффективна Если Эти Деки Которые Сейчас Используют Кстати Дестрой Рандом Юнит Блин Вот Прям Давит Максимально Меня Так У него 8 9 Будет Короче Есть Ощущение То Что Это ГГ Надо Буду Изучить Деки Которые Собрансированные Собранные Может Быть Это Реально Какая Имба Но Признаюсь У меня Старт Плохой То есть Оправдание Себе Скажу Так Тут Делаем Так Так Ну Это Токен Я Никак Не Могу Убить Тут Делаем Обилку Ну Бой Прям На Тоненького Идет Ну По Статам Проигрываю Тут У него Много Прям Лейт Карта У меня Лейт Кар Всего Пар Штук Есть Кстати Таут По Му 3 12 Или 4 12 У меня Это Прям Самая Лейтовая Карта Которая В деке Присутствует Может Быть Она Поможет Мне Может Быть Потому Что Есть Конечно Ауешка На 4 Которая Уже Распиарил Много Раз Но Она Видите Не Зашла В Пару Базовых Вещей Рыбки Таун Пару Игр Сыграете И Все Будет Понятно Напишите В комментариях Что Думаете По Этой Игре Я Честно Гра Был Приятно Удивлен Что Неплохая Коллекционно Качественная Игра Вышла Она Еще В Разработке Но Есть Крупный Ивент На Этом Все Лайк Подписка И Удачи Продолжение следует